Здравствуйте! В эфире программа «Лицом к лицу». Меня зовут Сергей Чернышев. Министр экономического развития и торговли Степан Кубев подписал документ о создании рабочей группы, которая займется вопросом формирования проекта «Европейский план для Украины», так называемого «Плана Маршала». В Верховной Раде создано внефракционное депутатское объединение «Коалиция в поддержку плана экономического развития и инвестиций плана Маршала для Украины». О том, какой донорской помощи следует ждать реальному сектору экономики Украины от международных партнеров и какими будут условия предоставления этой помощи, поговорим сегодня с членом парламентского объединения, народным депутатом Украины Остапом Еднаком. Остап, здравствуйте! Здравствуйте! Так, коротко напомню предыстории. В ноябре 2017 года всеми Литвы послы стран-участниц программы «Восточного партнерства» представили новый европейский план для Украины на 2017-2020 годы. Согласно плану, в течение 10 лет литовские политики предлагают выделить Украину с 2018 года начинать выделять 50 миллиардов европомощи для реального сектора экономики. По 5 миллиардов каждый год. Таким образом, на 10 лет. А также для поддержки реформ, направленных на экономический рост, создание новых инструментов финансирования инвестиций, поддержку малого и среднего предпринимательства. Так вот, для начала, до того, как обсудить, кто же входит в нефракционное объединение депутатов и для чего, собственно, было создано данное объединение, я бы хотел сейчас, главное, понять, этот план еще актуален или нет. Потому что в конце прошлого года очень активно его начали обсуждать, экономисты говорили, реально или нереально. Литва придумала, а кто за это будет платить. Эти все вопросы остались, я так понимаю, еще актуальными. Кто должен выделять эти деньги? Кто сможет выделять эти деньги? И кто готов, самое главное, самый главный вопрос, кто готов выделять эти деньги? Ну, вопрос, конечно же, актуален, потому что мы как политики, я думаю, и население Украины не совсем довольны темпом экономического роста. Но это в прошлом и прошлом году это 2,5-2,7-2 процента. И учитывая то состояние инфраструктуры и дохода населения, инфраструктуры железной дороги, электричества и тому подобное, мы понимаем, что нужно большой объем инвестиций. И вот та помощь от Международного валютного фонда, от Европейского союза в бюджет Украины и в золотовалютные резервы, этого недостаточно для быстрого развития экономики, которая нам сейчас нужна, это 5-6-7 процентов в год. Поэтому нам очень понравилась идея наших литовских коллег, партнеров из Сеймоса Литвы, это в прошлом премьер-министр Литвы Андрюс Кубилиус и его коллеги. И в прошлом году мы с коллегами Народными темнорами из Украины Анна Габко и Виктор Романюк посетили европейские столицы, это Брюссель, Лондон и Париж, также были в Вашингтоне, где как раз обсуждали возможности и возможные источники финансирования этого плана. Мы были в штаб-квартире Мирового банка, в Европейском инвестиционном банке, в ЕБРР и тому подобное. И в принципе ресурсы и возможности есть. То есть выделять такие объемы финансирования на публичные инфраструктурные проекты, на развитие малого и среднего бизнеса. В международных финансовых институциях возможности и ресурсы есть. Есть разные финансовые инструменты для обеспечения таких ресурсов. И в прошлом году мы пришли к такому заключению, что от украинского правительства уже нужны конкретные проекты, планы, куда направлять эти средства. И как раз решение Кубева о создании рабочей группы мы приветствуем, мы также будем активно в нем участвовать. Смотрите, я так понимаю, что сейчас два объединения. Одно это Кабмин создает и туда включили уже народных депутатов. Вы, кстати, входите или нет? Да, у нас тоже включили. Правительственное, так называемое, и межфракционное объединение. Но для начала еще понять, что план Маршала, так называемый, почему его называют план Маршала? Потому что план Маршала не предполагал возврата денег, по сути. Это будут кредитные средства для Украины, мы будем возвращать потом? Либо нам дадут на бесплатной основе, либо просто вольют нашу экономику, поверив, инвесторы поверят, либо иностранные компании будут сюда заходить, и они смогут благодаря этими инвестициям потом работать на украинском рынке. Как это будет происходить? Мы будем возвращать деньги? Мы будем возвращать проценты или нет? Потому что если вы сказали об МВФ, только в этом году мы должны сумасшедшее количество денег. И в следующем и так далее. Мы рассчитываем, что это будет микс разных инструментов финансирования. Это могут быть и гранты, невозвратная финансовая помощь, например, на проекты малого и среднего бизнеса, на проекты энергоэффективности и тому подобное. Это могут быть льготные кредиты в публичный сектор экономики, на наши крупные госпредприятия с очень низкой процентной ставкой и большим сроком 20-30 лет погашения, что, в принципе, очень нужные для нас ресурсы. То есть, например, это в евро и какая ставка может быть? Ну, это нужно уже, соответственно, 2-3 процента. Думаю, это будет в районе 4-5 процентов годовых, но это нужно смотреть на ставки общие на европейском рынке. Поэтому это разные программы, проекты. Кроме того, почему мы в парламенте создали межфракционные объединения, потому что однозначно европейцы длинные деньги или гранты, опять-таки, техническую помощь просто так не будут предоставлять. Мы, опять-таки, мы в украинском парламенте хотим привязать эти все средства к конкретным реформам. Если это будут инвестиции в инфраструктурные проекты, то это должно поддерживаться реформой корпоративного управления госпредприятий, чтобы было доверие международных европейских финансовых институтов, что эти деньги не будут украдены и это не будет еще дополнительная нагрузка на бюджет, который просто пойдет в карманы чиновников. Вот очень важный вопрос. И смотрите, внефракционной, межфракционной, точнее, объединения, что означает, что представители разных фракций, здесь самое главное получить помощь от Европейского Союза, назовем ее так, финансовая помощь. Но, например, если мы возьмем МВФ, то за 8-9 месяцев до выборов в той или иной стране, с кем работает МВФ, прекращают любое взаимодействие, потому что есть риски определенные. Здесь сейчас, пускай межфракционное объединение, но тем не менее, в Украине тоже будут выборы парламентские, это будет в 2019 году. Соответственно, по плану маршала, так называемому, для Украины, нам нужно получить как можно скорее эту помощь и готовность понять, что Евросоюз уже готов выделять нам эти деньги. И, соответственно, эти проекты чуть ли не вчера уже нужно представить. Да, мы, конечно, хотели бы, чтобы была быстрая реакция со стороны европейских партнеров и со стороны нашего правительства, но мы понимаем, что есть политические моменты, которые вы назвали, есть бюрократия в Европейском Союзе, опять-таки, у нас в правительстве. Кроме того, мы как политики, которые, в принципе, не фракционные, мы хотим к выборам в 2019 году сделать политическую ответственность разных политических сил. Что вы сделали, опять-таки, в направлении этого плана, который должен создать рабочие места, построить хорошие дороги и тому подобное, создать условия для развития малого и среднего бизнеса. Поэтому это, как бы, такой тоже план ответственности и для правительства, и для больших политических игроков. Что вы за 2018 и 2019 год сделаете для эффективной реализации этого плана и, опять-таки, для нового созыва Верховной Рады, для нового президента или того же самого. И для нового состава Кабмина. И Кабмина нужно, опять-таки, работать, потому что такие проекты, они на десятилетия. Они не должны напрямую зависеть от политических циклов, что вот это правительство, мы этим занимаемся, следующее правительство будет заниматься другими вопросами. Мы понимаем, что есть серьезные проблемы и задачи для украинской экономики, которые не должны зависеть от политической воли узкого круга лиц и, не дай бог, чтобы были какие-то лоббистские или коррупционные риски. Поэтому при принятении решений, на какие проекты, какие ресурсы и на каких условиях будет выделяться помощь, мы также хотим, чтобы было такое, ну, серьезное вовлечение международных финансовых институтов, чтобы, опять-таки, правительство не ставило каких-то своих людей, то ли политиков и так далее. И контроль это тоже, потому что у нас уже в течение нескольких лет мы задействовали эффективные реформы в госзакупках, то есть, опять-таки, тендеры на эти все проекты. Мы понимаем, что это будет все намного прозрачней, но с участием... Прозоро. Да, опять-таки, Прозоро. Но с участием международных доноров это точно будет намного высшая эффективность и намного низшие коррупционные риски. Я, кстати, не зря вспомнил Прозоро. Я уточню, кто входит в рабочую группу Кабмина. 45 человек возглавил лично Степан Кубев. Членами межведомственной рабочей группы также стали заместители министра экономического развития и торговли Максим Нефедов. Только что вспоминали про Прозоро, да? Михаил Титарчук, директор Департамента государственных инвестиционных проектов и поддержки развития Минэкономразвития Оксана Гришкевич. В группе присутствует несколько депутатов, о чем я уже сказал. Вы один из членов. Еще Анна Габко и Виктор Романюк. То есть это люди, которые вне зависимости от политических преференций понимают, что можно разговаривать с европейцами, да? И можно убеждать. И кроме того, в рабочей группе будут принимать участие представители Министерства энергетики. Нет, бизнес как раз здесь. Потому что это будет лоббизм, это конфликт интересов. То есть это будут представители Министерства сельского хозяйства, Министерства инфраструктуры, что очень важно, ЖКХ. Потому что основные проблемы, и мы рассчитываем, что экономисты посчитают, что это нужно инвестиции в дорожный фонд, в железные дороги, в энергоэффективность, в возобновляемые источники энергетики. Что опять-таки у нас довольно-таки энергетика коррупционные коммуникации. Обязательно в IT-инфраструктуре. Трубы и так далее. То есть нужно проложить новую систему. Но это десятки миллиардов долларов инвестиций. И опять-таки это возможность развития украинской экономики, потому что это создание рабочих мест. И что мы говорим европейцам, это также возможность для их компаний привозить сюда технологии, оборудование и тому подобное. То есть это такой win-win, когда все партнеры получают от этого пользу. То есть то, что говорил, по сути, премьер-министр перед своим назначением, я имею в виду Владимир Гройсман, что нужно вкладывать, делать дороги и таким образом создавать рабочие места. Мы уже это делаем, то есть создан опять-таки дорожный фонд, но ресурсы, которые необходимы... Опыт штатов Соединенных Штатов. Да, это в разы больше, которые мы опять-таки надеемся привлечь через вот этот европейский инвестиционный фонд. Я имею в виду то, что в принципе велосипед никто не изобретает. Берут опыт стран и поколений. И очень много встречались с послами Евросоюза в прошлом году в Литве непосредственно. Сейчас встречи какие-то проходят и объясняют ли какие-то инструменты, как это должно работать, как это должно выглядеть? Следующие шаги... В этом году уже была встреча? Мы были 26 января, была рабочая группа в Вильнюсе, где были представители Европейского инвестиционного банка, Мирового банка и также представители нашего правительства, где как раз литовцы делились опытом участия и эффективного использования структурных фондов Европейского Союза в публичных проектах и инфраструктуре. У них для этого создано специальное агентство, которое занимается публичными государственными проектами, плюс еще есть агентство, которое занимается частными инвестициями и развитие малого и среднего бизнеса. И как раз вот это все они готовы передать весь опыт для Украины, потому что, как мы опять-таки в течение лоббирования вот этого плана поняли, что также и через бюрократию и низкую эффективность работы правительства в Украине не доиспользует текущие уже источники финансирования, это около 5 миллиардов долларов есть возможность инвестировать в реальный сектор экономики через муниципальные проекты. То есть они уже выделены? Они уже выделены как квота в Европейском инвестиционном банке, в мировом банке, но через бюрократию и низкую эффективность работы правительства разных ведомств. Это сложно все объяснить, но кто понимает бюрократию, мы не можем освоить. А вы понимаете, на что мы должны их потратить? Мы понимаем, то есть в каждой ведомстве, министерстве они должны готовить проекты, то есть нужды у нас большие. Хорошо, а рейс сейчас о 50 миллиардах, то есть мы не можем взять уже готовые 5 миллиардов, которые нам уже выделили, а у нас сейчас на кону 50 миллиардов. Да, и в начале 2000-х годов Литва тоже получила эту же проблему, когда были источники финансирования, а не было компетенции и профессиональных навыков в правительстве, в правительственном секторе. И они для этого сделали специальное агентство. Это же мы рассчитываем и будем требовать от нашего правительства, потому что нас, как политиков, такая ситуация не устраивает. С одной стороны, мы ездим по европейским мировым столицам, просим денег, с другой стороны, деньги как бы есть, но правительство через разные проблемы недостаточно эффективно их использует. Хорошо, может быть, тогда нужно говорить о реформе Кабмина того же? Опять-таки, нужно говорить. Реформа она идет, но вот эта бюрократическая машина, она очень медленно адаптируется, есть такая резистентность системы. Поэтому мы, как политики, вот через этот план, опять-таки, будем держать правительство в тонусе, чтобы они это делали очень быстро и эффективно. Буквально меньше минуты даже у нас остается. Что бы вы, какие главные изменения вы бы назвали, просто секторы, можно даже ведомства, какие нужно изменить и реформировать сейчас для того, чтобы заработали эти деньги и для того, чтобы пустить их в оборот в реальный сектор экономики? Вы правильно сказали, нужна реформа, в общем, Кабинета Министров Украины и, кроме того, нужно сделать центр компетенций, которые должны, как проектный офис, готовить вот эти национальные проекты и проводить их через бюрократическую машину, чтобы они более эффективно все продвигались. И в этом году мы, как бы, должны концентрироваться на этих задачах. То есть отпустить и больше дать полномочий, да? Ну, в принципе, да, и повысить все-таки профессиональность. Меньше централизации. Спасибо вам большое за разъяснение. Приходите к нам еще. Гостем программы «Лицом к лицу» был народный депутат Украины Остап Еднак. Меня зовут Сергей Чернышев, это UATV. Не переключайтесь.